Представитель Тбилисского клана и один из противников, деда Хасана, родился в 1952 году на Беглаве, недалеко от Чахатаури. В начале 70-х получил воровскую корону с подачей Али Кокоева, Курти. В 1977-м в Тбилиси молодой авторитет получил два года за кражу и ношение нелегального оружия. В 80-м Томас заработал новый, гораздо более внушительный срок, 13 лет за разбой и оказавшееся при нем оружие. Через 4 года дело Карашинадзе было пересмотрено Верховным Судом Республики и изменилась статья, по которой он отбывал наказание. Его обвинили в бандитизме, при этом срок в 13 лет остался неизменным. Вместе с ним были осуждены его соратники по группировке, включая Лашу Шушанашвили, Лашу Руставского. Освободившись, Карашинадзе окунулся в активную общественную деятельность. Он обзавелся крестниками. В сегодня текущий момент их 24. Такое большое количество объясняется участием в массовой коронации в 2012-м, когда представители клана Аняни Джангвиладзе вербовали себе новых сторонников. Также Томас очень часто присутствовал на различных сходках, в том числе и в знаменитой встрече 2008-го года, когда на теплоходе собрались сторонники Аняни, чтобы поговорить с Хасановскими, но вместо них явились силовики. В 2007-м Карашинадзе был задержан в Москве с поддельными документами. Суд приговорил его к штрафу в размере 60 тысяч рублей. В 2011-м авторитета задержали во время сходки в Москве, но почти сразу же отпустили. В 2019-м Томас принял участие в сходке в Италии, во время которой в числе прочих авторитетов признал статус за Ильё Симонией. Маха в настоящее время Карашинадзе находится на свободе. Субтитры создавал DimaTorzok